МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале час новостей. В студии Дарья Шадрина. Коротко о главном. Тушат с воздуха. На север региона перебросили десантников-пожарных. На границе с Тюменской областью горят леса. В Омске прошли масштабные учения железнодорожных войск. Тогда в наставниках олимпийский чемпион. Ему было тяжело, преодолевая себя, он убежал. Да, молодец. Приятно удивил. Алексей Тищенко вместе с сыновьями вышел на старт марафона. Вдохновились карантином. Кто-то расписывает стены домов, кто-то создает свои собственные арт-проекты. В музее в Рубеле открылась выставка, посвященная самоизоляции. Почему экспозиция стала уникальной? И всем примером мартышка-мать. Обезьяна рискнула жизнью, спасая детеныша. И покорила интернет. На север региона перебросили десантников-пожарных. В Устишимском районе на границе с Тюменской областью горит лес. Огнем охвачены почти 110 гектаров. Здесь ввели режим ЧАЭС. Для работы спасателей местность крайне сложная. Кругом непроходимые леса и болота. Проехать даже на спецтехнике невозможно. Поэтому было решено привлечь работников парашютно-десантной пожарной службы. На охваченную огнем территорию высадили 12 специалистов. Сейчас они практически вручную борются с возгоранием. К счастью, угрозы, что огонь перекинется на жилые районы, нет. От очага села находятся на большом расстоянии. Сегодня специалисты проведут авиационное обследование территории. Добавлю, что из-за теплой, сухой и ветреной погоды сейчас на большую часть Тюменской области действует третий класс пожарной опасности. Наиболее опасная ситуация на юге региона. Здесь и введен самый высокий пятый класс опасности. Настоящее сражение сегодня разыгралось в поселке Новоомске с ракетными ударами, вертолетной поддержкой и атакой смертников на джихадмобиле. В Омской области прошли масштабные учения железнодорожных войск. В последний раз с таким размахом в регионе тренировались пять лет назад. По легенде, противник взорвал железнодорожный мост. У военных был всего час на то, чтобы восстановить движение под непрерывным огнем врага. Удалось ли бойцам отразить нападение, переправить через Иртыш спецтехнику? В репортаже Екатерины Булучевской. Сегодня военные железнодорожники навели мосты. Вот тот самый пораженный сегмент, который был полностью разрушен. Теперь на нем стоит тяжелая техника, рельсы полностью восстановлены. По ним уже проехал эшелон автомобилей на комбинированном ходу. А значит, задача выполнена. Но давайте вспомним, как это было. Собирать конструкцию пришлось практически с нуля. При этом на все про все был дан час. Времени действительно очень мало. Поначалу казалось, что это нереально, потому как опоры постоянно вязли в или. Они очень тяжелые. Но когда перед тобой дело государственной важности, медлить нельзя, не успели. Значит, не сдали экзамен по профессиональной подготовке. Потому как угроза бомбардировки моста вполне реальна, говорят военные. Но, к счастью, сегодня это, конечно же, была лишь легенда по сценарию. Террористы разрушили переправу через Иртыш. Подорвали одну из опор, динамит закладывали прямо под водой. А после нанесли ракетный удар. И хотя налеты были вымышлены, грохот стоял такой, что казалось, будто вот-вот полетят вражеские самолеты. Последствия самые настоящие. Металлические перекрытия не выдержали удара. Рухнули сразу несколько пролетов. Не случайно учения проходят именно в таком формате. Дело в том, что, как говорят военные, мосты разрушаются не просто так, а в первую очередь это важные стратегические объекты. Мост является жизнью, соединяющей два берега, левый и правый. Если нет моста, соответственно, грузы на левый или правый берег не попадут. Они там, соответственно, необходимы. Плюс переброска сил и средств в те районы, где они нуждаются. Военные. То есть именно поэтому противник всегда пытается ударить по мосту? Ну, как мы все понимаем, это стратегические объекты мосты, автомобильные, железнодорожные, заводы и так далее. Под прикрытием стрелков строительные греб-бригады постепенно начали возводить конструкцию. Но враг не останавливался. Продолжал наносить удары несколько человек. По легенде, получили ранения, упали в воду, но их вовремя вытащили спасатели. А в это же время через блокпост пытался прорваться джихад-мобиль, чтобы разом уничтожить весь личный состав, который возводил конструкцию. Но террористов вовремя остановили сотрудники Росгвардии. Когда атаки врага продолжали усиливаться, на помощь пришла и авиация. Сразу два штурмовика Ми-24. А вообще хочу отметить, что эти учения стали одними из самых масштабных. Подобных тренировок не проводилось уже пять лет. В учениях приняли участие почти 800 человек. Ну и, конечно же, по результатам обязательно будет выставлена оценка. Но от себя я бы, конечно, поставила все 10 баллов, потому что зрелище было очень эффектным. И впечатлений от увиденного мне хватит еще надолго. Екатерина Булучевская, Сергей Гаврилов, 12 канал. И к другим темам. 119 новых случаев коронавируса сегодня зарегистрировано в Омске. Данные сообщили в региональном Минздраве. У 68 пациентов заболевания протекают бессимптомно. Общее количество заразившихся COVID-19 с начала пандемии составляет теперь 6 643 человека. Выздоровели за последние сутки 92 жителя региона. Пополнилась к несчастью и скорбная статистика. Скончались три пациента. Ну а в целом по стране 5 509 поставленных диагнозов COVID-19 излечились за сутки 9 322 человека. Омские медики продолжают работать в круглосуточном режиме. Делают все, чтобы остановить COVID-19. К героям нашего времени на странице в инстаграме обратился глава региона. Александр Бурков записал видеообращение к работникам здравоохранения. Как отметил губернатор, пока статистика не радует. В день в Омской области регистрируется больше 100 заболевших. К счастью, большинство переносят болезнь бессимптомно. Кроме того, по данным медлабораторий, коллективный иммунитет постепенно растет. Главное, не игнорировать масочный режим и социальное дистанцирование. Сегодня я хочу обратиться ко всем, кто трудится в Омском здравоохранении. К врачам, медсестрам, лаборантам, водителям скорой помощи и вспомогательному персоналу. Ко всем, кто, невзирая на усталость, лчится на вызов. Работает в красной зоне, посещает пациентов на дому. Продолжает оказывать экстренную помощь и поддерживает санитарный режим. Все вы настоящие герои. От всей души благодарю каждого из вас. За то, что не падаете духом, не опускаете руки. За ваш профессионализм, терпение и доброту, которые дают нам надежду. Спасибо вам за это. Ну а медики, в свою очередь, просят и мячи о самом элементарном – соблюдать меры безопасности. Маски могут значительно облегчить труд врачей. Наши корреспонденты пообщались со специалистами и узнали, как сейчас обстоят дела в омских ковидных больницах. Подробный материал смотрите в итоговом выпуске «Час новостей» в 19.30. Всему виной беспечности мячи массово игнорируют масочный режим. Если в торговых центрах и аптеках без средств индивидуальной защиты попросту не обслуживают, то в транспорте дела обстоят иначе. Зачастую в салоне автобуса в масках можно увидеть лишь пару-тройку человек. Тем временем, каждые сутки в регионе ставят больше сотни новых диагнозов ковид-19. По темпам прироста заболевших Омск уже занял 12 место в России. Город действительно не знает, что происходит в больнице. Город не видит этой тяжелой борьбы медицинских сестер, врачей. И не видит страдания десятков людей, которые сейчас очень тяжело переносят эту коронавирусную инфекцию. Из-за несоблюдения мечами элементарных норм безопасности врачи в красной зоне работают на износ. Многие уже несколько месяцев не были дома, а некоторые и сами стали пациентами ковидного госпиталя. Софья Халиулина расскажет, каким последствиям приводит человеческая безответственность. За отдых будут давать деньги. Туристы, которые проведут отпуск на отечественных просторах, смогут рассчитывать на кэшбэк. Программу разработали в правительстве и планируют уже в августе запустить проект. Ставку на новый вид отдыха сделали уже десятки турагентств. Среди них и Омские. В регионе немало мест, которые могут поспорить со всемирно известными достопримечательностями. Спустившись сюда, словно переносишься в Аризону, даже не верится, что этот невероятный природный музей находится в Омской области. Глубина в 30 метров поражает и даже немного пугает для неискушенных перепадами высота мечей. Зрелище действительно очень эффектное. Не пересекая границ, можно отдохнуть и в Швейцарии, а на Омска тоже есть своя в Муромцевском районе. Здесь же, по преданиям, находится и энергетический центр земли, где побывать хотят паломники со всего мира. Есть в регионе и собственное Мертвое море. Моя коллега, заядлая путешественница Екатерина Булучевская, выяснила, могут ли наши красоты конкурировать с зарубежными. Прихватила чужие сбережения, уехала почти за 2000 километров. Мошенницу, исцелившую омскую пенсионерку, задержали под Братском. Как удалось установить полицейским, своим жертвам аферистка предлагала снять тяжелую порчу с близких. Обряд проводила в квартирах, где и похищала драгоценности и деньги. В Омске после ее визита у пожилой женщины пропали золотые кольца и подвески на сумму 125 тысяч рублей. Орудовала заклинательница, судя по всему, также в Красноярском крае и Иркутской области. Совпадали как способ совершения преступления, так и приметы злоумышленницы. Пустила ее к себе домой. Она стала мне спрашивать про деньги. Что надо деньги, что у вас не тащили, вас не обманули, надо их осветить все деньги. Я ей вытащила 30 тысяч, она в уголок завязала в связку. И уголок, когда вот я сюда ложу, 10 дней не принимайте. Не лезьте туда их и не трогайте. Стала смотреть, а денег-то никаких нет у меня. Ранее ведунья уже была судима за кражу и мошенничество. Сейчас она находится под стражей. Правоохранители устанавливают точное число пострадавших, в том числе и в Омске. Тех, кто стал жертвой, лжецелительницы просят обратиться в полицию. Сможет ходить самостоятельно еще один юная меч со страшным диагнозом. А спинальная мышечная атрофия получит шанс на нормальную жизнь. Мальчик попал в число пациентов, которым бесплатно проводят дорогостоящее лечение. Речь о препарате, одна ампула которого стоит 8 миллионов рублей. На курс требуется несколько. Приобрести лекарства многим практически не по силам. В этом году деньги на уколы выделили в региональном Минздраве. И сегодня врачи приступили к лечению одного из малышей. Анна Кокорина продолжит. Когда Никите Потемкину исполнилось полтора года, родители забили тревогу. Ребенок слабил на глазах, ножки сковал паралич. После долгих исследований врачи поставили диагноз спинально-мышечная атрофия. Сейчас Никите пять. Все это время семья борется за то, чтобы малыш мог нормально двигаться. Затормозить развитие болезни может дорогостоящий препарат. Стоимость одной инъекции — 8 миллионов рублей. А таких требуется несколько. Средства на лечение Потемкиным выделили в региональном Минздраве. Если бы мы этот препарат не вводили, то в дальнейшем бы все усугубилось. Потому что это, к сожалению, прогрессирующее заболевание. И оно уходит в минус. Поэтому я надеюсь, что при введении этого препарата мы остановим наше прогрессирование. И если Никиточка, конечно, нас научится еще что-то больше ходить, или у него появится еще больше сил, то мы обязательно будем пить чай за здоровье его, да, Никита? И очень радоваться. Прогрессирует болезнь очень быстро. Половина детей не доживает и до двух лет. Другие — редко до двадцати. Мышцы у Никиты пока не совсем ослабли. Он может ходить и держать ложку. Если вовремя ввести препарат, течение болезни можно замедлить. И даже надеяться на улучшение состояния. Сегодня врачи областной детской клинической больницы сделали маленькому пациенту первую инъекцию. Оценка действия препарата проводится в течение определенного времени. И мы надеемся, что данный метод лечения принесет свои положительные результаты. Сейчас в Омске семь детей с подобным диагнозом. Четверо из них под наблюдением медиков. Для того, чтобы не дать болезни одержать верх, проходить лечение нужно на протяжении всей жизни, как минимум три раза в год. Суммы огромные. Только для маленького Никиты на первом этапе потребуется около 50 миллионов рублей. Деньги выделят из бюджета Омской области. И уже через год мечта мальчика, возможно, осуществится. Он часто говорит, мама, купите мне велосипед, я буду кататься на велосипеде. Мы обязательно ему обещаем. Мы говорим, конечно, конечно, Никита Чкачак, как только ножки окрепнут, мы обязательно тебе купим велосипед и будем кататься, да? Анна Кокорь, Анастасия Вишова, Павел Маджос, 12 канал. Вместо тренировки на ринге вышел на пробежку. Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поддержал сибирский международный марафон. Боксер преодолел трехкилометровую трассу в Птичьей гавани вместе с сыновьями Степаном и Семеном. Идти на рекорд парни не стали, бежали в свое удовольствие. Как тебе, тяжело было, Роскорь? Ну нет, ноги такого старше. А у меня просто ноги болели, я не мог бежать, но все равно побежал. Ему было тяжело, преодолевая себя, бежал, да, молодец. Приятно удивил. А Семен, ну ты-то уже старший, поэтому я в тебе не сомневался, что ты пробежишь. Как и семья Тищенко, медали за участие в дистанционном забеге получили три сотни мячей. Выйти на старт онлайн-марафона планируют еще полторы тысячи атлетов. Регистрация идет как на сайте проекта, так и в Омской крепости. Здесь бегунам выдают комплекты участника, а также награды за уже преодоленную дистанцию. Пробежать трешку можно где угодно. Главное зафиксировать свой результат при помощи мобильного приложения и отправить его организаторам СИМа. Живопись, диджитал-арт и даже граффити в музее Миниврубеля открылась выставка «77 дней», посвященная карантину. Именно столько в Омске длилась самоизоляция. Художники успели не только создать новые шедевры, но и в корне переосмыслили свое отношение к искусству. Впервые в истории музея в проекте участвовали не только члены Союза художников, но и свободные творцы. Елена Бабкова пообщалась с участниками выставки и узнала, как карантин раскрыл творческий потенциал омских мастеров. Карантин посвятил творчеству кисточку из рук. Михаил Рубанков не выпускал все 77 дней изоляции. Говорит, такое затворничество даже пошло на пользу. Художник успел не только создать новые шедевры, но и в корне переосмыслил отношение к искусству. Я стал ближе к себе, я стал честнее, наверное, с собой и откровеннее. И бывало, что раньше я немного, может быть, переживал или комплексовал из-за каких-то аспектов своего творчества. Но я это все переборол и стал, наверное, свободнее. На полотно курьер мастера вдохновили доставщики еды с желтыми рюкзаками. Образ главного героя художник позаимствовал из одноименного культового фильма с Федором Дунаевским. Теперь эта работа украсит стены музея имени Врубеля. Всего экспертами были отобраны работы 42 мастеров. По словам организаторов, все они нестандартные, многие далеки от академических канонов. Мы обратились к омским художникам не только членам союза художников, но и свободным, андеграундным людям, которые творят. Кто-то расписывает стены домов, кто-то создает свои собственные арт-проекты. Каждое произведение сопровождается кратким высказыванием, ответом художников на вопрос, с чем стала изоляция для каждого из них. Центром экспозиции стало трехметровое граффити. Стену для масштабной работы построили из картонных коробок. Сам рисунок художники создавали уже в музейном зале во время монтажа остальных произведений. А это около 60 работ. От миниатюрных холстов необычных форм до масштабных полотен. Среди них графика, живопись, диджитал-арт и современная фотография. Ну а открыл выставку «Танцевальный перформанс». Увидеть же саму экспозицию можно будет в социальных сетях. А когда снимут ограничения для музеев, а мечей ждут уже в выставочных залах. Елена Бабкова, Софья Халиульна, Денис Лопарев, 12 канал. Нырнула в колодец за детенышем. Удивительную историю спасения заснял офицер индийской лесной службы. Малыш обезьяны угодил в колодец. Благо воды в нем и не было, а вот высокие гладкие стены не позволили крохе выбраться самостоятельно. На помощь пришла мать. За край колодца обезьяна зацепилась хвостом и задней лапой. И не без усилий вызволила детеныша из плена. Видеоролик уже набрал больше 20 тысяч лайков и одобрительных комментариев. Многие рекомендуют людям брать пример с мартышки. Приходить друг к другу на выручку. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. О погоде завтра. 31 июля в Омске облачно. Возможен дождь. Температура воздуха в ночные часы 12-14 градусов тепла. Днем до плюс 26. В районах пасмурно, дожди. Столбики термометров покажут ночью 11-12 градусов. Днем плюс 15, плюс 18. Ветер юго-восточный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. У меня все новости к этому часу. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова